Всем привет дорогие друзья, с вами снова Конки Блейз и сегодня я хочу сделать обзор сразу на два набора из легендарной серии Лего Пауэр Майнерс под артикулами 8188, а также 8958. Этот набор у нас выходил в 2010 году, а этот годом ранее, то бишь в 2009 году. Вот у меня примерно полтора года назад уже выходили обзоры на оба этих набора, но я решил их перезаписать, вот ну и чтобы уже два видео не делать, я решил показать все в одном, к тому же наборы маленькие, поэтому думаю, ну, в охранном тираже особо долгое видео не получится. Вот, в принципе, они довольно-таки оба этих набора схожи по своей сути, то есть у нас тут небольшая постройка и горняк, который управляет ею, и монстрик, и тут то же самое, монстрик и шахтер на небольшой вот такой вот постройке. Вот у меня, к сожалению, коробка имеется только от одного из этих наборов, вот от этого, но инструкция имеется, к счастью, от обоих, так что, ну, давайте о них поговорим в конце видео. Для начала взглянем на коробку, а потом на сами наборы. Вот коробка, как я и сказал, только от одного имеется из этих наборов, но как бы посмотрим хотя бы на нее. Логотип Лего, от 7 до 14 лет этот набор был, артикул, Power Miners тут таким интересным, как бы металлическим цветом написано. И бур имеется, который напоминает Горн Лаган. Тут также фигурки показаны таким вот интересным образом, и сам экшеншот, тут у нас это вот машина, не знаю, приспособление, горнодобывающее, едет и стреляет динамитом этого монстрика, который хочет съесть кристалл. Вот, ну и в принципе у нас в 2010 году вся тема была такой лавовой, и монстрики были тоже всякие, желтые, оранжевые, красные. Вот и сзади мы тоже можем видеть просто какой-то, не знаю, реку из лавы или что-то в этом духе. Тут у нас монстрик показан, с обратной стороны функции, лего-клуб, все дела. Вот, ну и в принципе у нас тут довольно-таки такая интересная текстура. Вот это все выглядит здорово, атмосферно. Вот, ну и давайте перейдем к самим наборам. Начнем вот с этого, который вышел раньше и по сути является, не знаю, предком вот этого. Вот, ну для начала, конечно, на мини-фигурки взглянем, ну как обычно. Вот, ну и начнем с такого вот монстрика, как по мне он самый интересный. Ну и в принципе все мини-фигурки в PowerMiner славились, по большей части вот такими вот монстриками. Они довольно-таки похожие были, различались разве что цветом. То есть в данном случае у нас синий, были еще красные, оранжевые, желтые, зеленые и еще какие-то. Вот, по функционалу у него только руки подвижные, вверх-вниз, и открывается его вот эта вот огромная пасть. У него тут два зуба, вот и внутрь можно положить или достать оттуда такой вот кристалл, тоже синего цвета, все логично. И выглядит довольно-таки здорово, неплохой монстрик. Будто бы это какой-то булыжник, который, не знаю, просто получил жизненную силу и восстал, чтобы питаться кристаллами. Вот, ну и ему в руку можно дать что-нибудь. Давайте, допустим, динамит. Вот так вот это забавно будет выглядеть. Кстати, этот же динамит можно ему, я полагаю, сюда поместить. Да, можно. Он его съест, и, по сути, это очень жестоко. Динамит у него прям во рту взорвется, и он просто, не знаю, ел останки по горе. Размажутся это, да. Немного жестокий набор какой-то получился. Вот, ну и вторая фигурка. Давайте взглянем на нее, это уже менее такой интересный персонаж. Это обычный шахтер, который занимается горнодобывающей деятельностью. У него двойная пропечатка на торсе и на лице. Тут такое вот полуулыбающееся лицо, но при этом немного испуганное. А тут более такой уверенный в себе, думает, что сможет победить всяких там монстров. Интересный шлем с такими вот трубками, как бы респираторными. Руки вообще, кстати, на руки ничем не защищены, ну, кроме перчаток. Также имеется комбинезон и всякие кармашки, в которых приспособления интересные лежат. И тут даже фонарик висит на специальной цепочке. Ну, в принципе, фигурка обычная. Примерно такие были во всех наборах Power Miners. И отличались разве что лицами, ну и, может, парой незначительных элементов. Вот, что касается самой постройки, она как бы тут тоже разделена на две части. Имеется самое такое вот небольшое приспособление, которое пробуривает путь вперед. Вот, и вот такой вот ковш, который перевозит динамит. Ну, может, он на самом деле все, что угодно перевозить, хоть динамит, хоть камни, хоть кого угодно он может перевозить. Состоит из одной такой оранжевой детали большой и цепочки, благодаря которой крепятся к основной постройке. Вот, что касается основной постройки, как раз-таки она небольшая, как вы видите. Вот, но в ней имеется довольно-таки интересный функционал. Вот у нас тут гусеницы. И когда они крутятся, у нас вот этот вот бур приходит в действие. Вот тот самый бур, созданный, чтобы пронзить небеса. Вот, и как-то вот так вот это выглядит. Ну, на самом деле, по ровной поверхности это не так хорошо. Но, тем не менее, думаю, вы понимаете, как это работает. Вот так вот он движется и одновременно расчищает себе путь вперед. Тут же имеются фонарики, чтобы освещать путь. Кабина, понятное дело, открывается. Там сидит сам шахтер. Имеется топор, чтобы можно было башку кому-нибудь снести. Огромный такой прожектор, чтобы тоже освещать путь. Он может так-так, по-всякому наклоняться. И сзади имеется специальная такая вот пимпочка, чтобы мы сюда могли вот эту вот цепь прицепить. И имеется два таких баллона. Вообще, тут еще наклейка должна быть, но у меня, к сожалению, ее нету. Так что, ну, и так сойдет. Что в этих баллонах находится, честно, не знаю. Возможно, какое-то топливо, газ или, возможно, кислород. Все-таки действие под землей происходит. Может, я не знаю, обвал какой-то случится, и ему понадобится кислород. Ну, и, в принципе, такой вот небольшой наборчик. По наклейкам тут достаточно их много, но они оттого не менее крутые. Всякие решетки, радиаторы, грязь везде. Опять-таки, все логично, действия происходят под землей. Вот так мы закрепляем тут наш ковш. И как бы вот так вот он едет и везет его за собой. Что же касается второго набора, так же давайте взглянем на мини-фигурки. Вот, дизайн монстриков самую малость изменился. В принципе, руки остались такими же. Вот, торс. Ну, не торс, я не знаю, это вот летая деталька такая, по сути, тоже осталась такой же. Поменялась его вот эта вот верхняя часть. Можно даже отсидеть это. Если тут он более как будто каменный, то тут уже как будто из лавы состоит реально. Вот, внутри также кристалл имеется. Уже такого вот зелено-желтого цвета. И тоже выглядит довольно-таки здорово. Вот, что касается шахтера. Его дизайн тоже обновился. Вот, честно мне, тот, что из 2009 нравится побольше. Вот, хотя этот более, наверное, детализированный. И, ну, в принципе, можно заметить такое небольшое изменение. Ну, как небольшое, достаточно значимое на самом деле. Если до этого шахтер был просто в каком-то комбинезоне, тут у него уже, по сути, целая терраса и много защиты. Потому что, ну, я не знаю, тут действия возле лавы происходят. Возможно, чтобы не, не знаю, не расплавиться или что-то в этом духе. В общем, у него также двойное лицо. Тут немного озлобленное. Тут испуганное. По пропечаткам все довольно-таки здорово. Всякие буры имеются. И другая детализация. Шлем и вот такое вот интересное забрало. Вот так вот он выглядит с поднятым забралом. И так с опущенным. Довольно-таки здорово. Но лично мне, опять-таки, шахтеры 2009 года нравятся, ну, чуточку больше. Закрываем кабину. И давайте посмотрим, что к себе несет эта постройка. Ну, на самом деле, поменьше, чем предыдущая. Но, тем не менее. Также имеются фонари спереди, чтобы освещать дорогу. Кабина открывается, закрывается. Ну, как кто бы мог подумать, что будет иначе. Тут имеется специальный резервуар с водой. И тут, как бы, ее уровень показывается. Вот потому что, по сути, это у нас лавовые монстры. Значит, если мы на них польем водой, они, по сути, должны потухнуть. Или что-то в этом духе. В общем, тут проходит специальная трубка, которая еще, по-моему, в фабрике героев начала использоваться. Но это не точно. И это все вот так вот закреплено интересным образом. И как бы вода льется и уничтожает всяких лавовых чувачков. Также тут у нас у пилота имеются специальные рычажки. И единственный такой функционал, это фликфайр-миссел-ракетка, которая выстреливает. И тут динамит закреплен, который должен уничтожить неодругов. Ну, мы на ней просто вот так вот щелкиваем. И он вылетает. Вот. И что еще можно сказать, в принципе, по тому, как он катается. Катается нормально. По любой поверхности. Ковес тут довольно-таки крутые, большие. Никаких нареканий нету. Так что, думаю, ну и так все понятно. Постройка небольшая. Что тут как бы можно добавить еще. Теперь давайте взглянем на инструкции от этих наборов. Тут имеется инструкция как от одного, так и от другого набора. Ну, давайте начнем с того, что более старое, 2009 года. Тут у нас логотипы LEGO, артикул, Power Miners написано. Кстати, я сейчас заметил то, что другим шрифтом написано. Не так, как здесь. Тут у нас металлический такой на красном фоне. А тут желто-оранжевый кардиент. И даже вот эта вот сигнатура тоже немного поменялась. Тут она более, не знаю, насыщенная, по сути. Даже не знаю, какой мне нравится больше. Этот, по сути, лучше виден на коробке. А этот просто более такой интересный, что ли. Вот. Ну и, в принципе, сам экшеншот. Тут у нас монстрик светится буквально, я не знаю, от счастья, по сути. И тут динамит бросает. В общем, все интересное происходит. Вот. И тут еще такая вот загрязнение имеется. Это как бы детализация. Сзади у нас рекламка. Тут у нас набор по LEGO Star Wars по первому эпизоду с Энакином. На бустер-файтер. Из Биониклов. И набор LEGO City, который у меня даже был. Когда? В 2009 или когда он там выходил. В общем, он у меня в те годы был. Вот. Но сейчас его, понятное дело, уже нету, к сожалению. 2009. The LEGO Group. Открываем. Тут у нас LEGO Club реклама. Стоит вот тут Такаши, Король Ревод и так далее. А также показаны комбинационные модели наборов. Тут у нас некий, я не знаю, дропшип, по сути. Бульдозер и вот это вот. Я даже не знаю, как это назвать. В общем, неплохие достаточно модели. Некоторые, а некоторые странные. Идем далее. Тут у нас показаны наборы. Ну, не все, понятное дело, но самые основные показаны. Как раз таки вот этот вот наш 89-58. Небольшой постер. Хотя как небольшой, на самом деле он очень масштабный. Тут у нас Crystal Sweeper. Офигенный набор, который я, к сожалению, купить не смог. И еще парочку других наборов. Кстати, вот как раз таки Crystal Sweeper. Вот и показаны монстрики различные. И в каких наборах мы их можем получить. У меня есть только синий и красный. И то есть другого набора, кстати. Вот у нас еще есть оранжевый. Такой салатовый. И зеленый. Вот довольно таки здорово. Далее у нас перечень деталей. И сама сборка. Кстати, она не совсем обычная. Тут у нас на фоне имеется такой вот силуэт горы. Какой-то горной породы. Потому что, ну, стилизация, все дела. Вот идем далее. И вторая инструкция. Она, мне кажется, чуть менее интересная. Вот, ну, в принципе, она повторяет коробку. В плане самого арта экшеншота. Так что сразу смотрим, что сзади у нас тут. Это Тарущий пацан. Куча других наборов. Набор по LEGO Agents, Power Miners, Indiana Jones, Star Wars. Сити, Техник. Еще один Indiana Jones. Еще один Star Wars. Сити, Крейтор. Еще что-то. 2010 The LEGO Group. Далее у нас Adventures. Кстати, я раньше не замечал такой рекламки в инструкциях. Еще вот такой вот наборчик. Но на самом деле странный немного. Далее у нас еще показаны другие фигурки монстриков. Их всего три, к сожалению. Достаточно мало, потому что... Ну, наборов тоже было мало в 2010 году. Красный, желтый, оранжевый. Такой вот большой лаватрас, который у меня... Кстати говоря, был в 2010 году, по сути. Мне его тогда подарили этот набор. Ну, и сейчас его, к сожалению, уже нет. И также у нас тут имеется этот же силуэт. Горной породы. Сверху можете видеть. И на этом как бы все. Обзор подходит к концу. Такие два довольно-таки крутых наборчика. К покупке рекомендуется. Ну, очевидно, в принципе, никаких нареканий в них нету. Вот, ну, понятно, их в магазинах уже не купить. Только где-нибудь на Бриклинке и на eBay. В принципе, там все вы можете найти. Они стоят достаточно недорого. Лично я брал примерно где-то долларов 10 или 15 за каждый. Да, ну, этот с коробкой был, так что... Да, этот, наверное, стоил 15, этот 10. Вот, ну, и этот набор, кстати говоря, у меня был в год, когда он только выходил. В 2009, то бишь. Вот, но, к сожалению, у меня от него ничего не сохранилось. Поэтому я купил новый. Да, и еще такой забавный факт. Это не точно, но, возможно, данный набор являлся вообще самым первым, который у меня появился из LEGO. Потому что до этого особо у меня наборов, по-моему, не было. Вот, но и то, что было этот, я прям отчетливо помню. В любом случае, спасибо за просмотр. Надеюсь, он вам понравился. Вот, в будущем, конечно же, еще будут обзоры на Power Miners. Вот, у меня еще как минимум два набора есть и одна самоделка неплохая. Вот, ну, а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok